Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это рубрика Атака в шахматной партии. Рубрика, где мы с вами смотрим красивые и интересные партии и разбираем их с точки зрения атаки и атакующих принципов. Мы продолжаем с вами рассматривать предыдущую тему, а именно Атака в шахматной партии, Атака по полям одного цвета. Обычно она проходит, когда один из соперников неудачно ослабляет, неожиданно, что так можно сказать, неосознанно ослабляет какое-либо поле. И тогда задачей сильнейшей стороны является именно виртуозное использование слабости или этого поля, или, как обычно часто бывает, целой чернопольной периферии или белопольной. Ну, в данном случае, если мы, например, сыграем g3 и у нас не будет слона на поле f1, то ослабнет белопольная периферия, конкретно вся диагональ, b1, ой, вернее, h1, a8. И стоит, соответственно, черным начать планировать свою атаку, например, слон b7 и поставить ферзя на поле c6, как у белых будут дела плохи. Я так вам показываю схематично, естественно. Или же, например, если черные играют где-то g6, потом мы размениваем слона на поле g7, главного защитника чернопольных полей, и потом начинаем, соответственно, стремительную атаку по чернопольной периферии. Мы с вами рассмотрели уже два хороших примера. Предыдущая партия, где Пиа Крамлинг разгромила черными очень сильного гроссмейстера. Вы также можете, соответственно, видеть по подсказке, которая сейчас возникает в правом верхнем углу. И также я там сказал, что если мы набираем много лайков, то рубрика будет жить. Лайки мы набрали. Лайки — это заинтересованность вас, моей аудитории, соответственно, в моем контенте. Поэтому встречайте продолжение. Сегодня мы с вами посмотрим очень красивую, интересную партию, которая игралась в 2006 году в Турине. Белыми играл Линьер Перец Домингес, известный кубинский игросмейстер. А черными играл Артур Юсупов. Итак, Е4, Е6, Д4, Д5, конь С3, слон Б4. И после Е5, С5, А3, слон БЦ3, БЦ. На доске у нас возникла французская защита система Винавера. Очень сложная система, вокруг которой до сих пор ходят разные споры, у кого здесь лучше, у белых или у черных. Но так как сейчас французская защита постепенно исчезает из практики сильнейших супергроссмейстеров, а напомню, что мы сейчас с вами смотрим партию 2006 года, а сейчас на дворе у нас 2019. Так вот, стоит сказать, что, конечно, современная теория отдает предпочтение в этой самой системе Винавера белым. То есть черным становится все сложнее и сложнее защищать вот эти самые позиции. Но, посмотрим, что было сыграно в партии. Итак, конь Е7 сыграли черные, ферзь Ж4 ответили белые, нападая на пешку на поле Ж7. Рокировка, слон Д3, конь С6 и слон Ж5 играют белые. Главные дискуссии обычно разворачивались вокруг хода ферзь Х5. Год спустя на турнире в Амстердаме Ют Супов натолкнулся на сильную новинку в партии с Корякиным в этом самом варианте. И был обыгран по всем статьям. Но в момент, соответственно, вот этого вот самой партии, а именно в 2006 году, общее мнение о этой позиции было следующим. У черных достаточная контр-игра во всех вариантах. Поэтому Домингис решил попробовать менее популярное продолжение. Он не сыграл ферзь Х5, а сыграл слон Ж5. Ферзь А5. Черные тут же контр-атакуют. Пешка на поле С3 атакована. Конь Е2. Конь Ж6. Суть замысла хода слон Ж5 выясняется в том, что на стандартное ЦД у белых есть сильный ход Ф4. И центр потерян. Но в то же время пешка на поле Е5 защищена пешкой на поле Ф4. Что дает время белым на рокировку и подключение ладьи с сильной атакой. То есть, допустим, мы, например, возьмем пешку на поле С3, все скикушиваем, как говорится, все съедаем, да, но белые играют рокировка. И после ладья Ф3, ладья Х3 или ладья Ж3, соответственно, получается здесь очень сильная атака у белых, поскольку мы видим, что защитников все-таки на королевском фланге у черных здесь немножечко не хватает. Ферзь отдалился на поле А5. Поэтому после конь Е2, конь Ж6, играет Артур Юсупов, он оставляет коня для защиты королевского фланга. Рокировка. Ф4 играть плохо, по причине простого хода конь бьет Д4 и белые просто-напросто остаются без пешки. Поэтому рокировка, С4, играют черные и закрывают центр, вынуждая, соответственно, белых расстаться с сильным белопольным слоном, который мог бы пригодиться в атаке на королевском фланге. Слон бьет Ж6, ФЖ и А4. Белые, как ни странно, все равно выиграли дебютное сражение. Они могут продвигать пешку Аш для образования слабостей на королевском фланге. В то же время, контр-игра черных на ферзевом фланге зашла в тупик. Пешка на поле А4 ограничивает ферзя на поле А5. Да, она, конечно, слабенькая, но чтобы ее завоевать, нужно еще, как говорится, потратить много темпов. Например, слон Д7, потом куда-то отскочить конем, причем куда отскакивать, ведь поле Е7 держит слон на поле Ж5. Поэтому контр-игра у черных здесь достаточно туманна, в то же время игра белых проста и понятна. Ферзь С7, играют черные, слон С1. Итак, белые уводят слона и переводят его на сильную диагональ, как это обычно бывает во французской защите, А3, Ф8. Ферзь Ф7, конь Ж3. Очень сильный на самом деле ход, не следует допускать размен ферзей. После хода ферзь слон А3, нападая на ладью и хода сильного, ответа сильного ферзь Ф5, черные мало того, что завоевывают пункт Ф5, теперь не успевают съесть на поле Ф8 белые, поскольку у них атакован ферзь. Ну а в случае, если отходит, например, ферзь, то ладья встает на поле Ф7, на наиболее удобную для себя площадку, где она принимает участие в защите королевского фланга. В то же время, если разменяться, то после ладья бьет Ф5 у черных снова нет ни тени проблем. Поэтому после ферзь Ф7 конь Ж3. Очень точный ответ. Белые не торопятся и держат пункт Ф5 под контролем, чтобы черные не могли разменять ферзей. Слон Д7. Итак, мы достигли очень важного момента в партии. Кажется, что черные очень прочно стоят на королевском фланге и позиционно лучше на ферзе. Сдвоенные пешки по линии Ж выглядят надежно и дают контроль над линией Ф. В то время, как сдвоенные пешки белых по линии С, вот эти самые пешки, кажутся слабостью. Неоткрытая линия Б, невозможность развить слона на поле А3 пока не впечатляют. Но шахматы, как мы с вами знаем, это достаточно сложная игра. И вот здесь я предлагаю найти начало блестящего замысла, который, соответственно, нашел линьер Перец Домингес. Блестящий план, который, соответственно, и принес ему успех в этой самой партии. Вы можете поставить видео на паузу, проверить себя и найти сильнейший ход в данной позиции за белых. Но не только ход, а попробовать, соответственно, найти именно план. Итак, вы ставите видео на паузу, размышляете, ну а я продолжаю. Здесь белые сыграли Ф2-Ф3. Вот такой вот скромный на вид ход, но на самом деле это очень сильный, блестящий замысел. Черные ослабили напряжение в центре ходом С4. Поэтому мы видим, что центр стабилизирован. Белый конь мешает предложить размен ферзей черным путем ферзь Ф5. Поэтому у белых есть время для маневра королем. Король идет на поле Ф2, а ладья идет на поле Х1. С целью начать таран на королевском фланге. То есть играть Х4-Х5. Вот такой вот блестящий замысел. Ладья С8 играют черные. Х4. Слон Е8, не пуская пока пешку на поле. Х5, и черные, соответственно, вот так вот, пожимая плечами, смотрят на белых и думают, ну а что здесь белые хотят добиться. Но король Ф2. Итак, все по плану. Другой ход был просто потерей времени. Конь Е7, ладья Х1 и конь Ф5. Черные ставят коня на поле Ф5, но оказывается, что это уже, возможно, серьезная неточность. Черные должны были начинать игру на ферзевом фланге путем ладья С6 с идеей ходом ладья А6 затормозить наступление белых, хотя бы пытаться, соответственно, контратаковать на ферзевом фланге. С идеей Х5, ГХ, конь бьет Х5 и у черных находится сильный ответ ферзь Ж6. То есть, теперь мы видим, что пешка на поле Е6 везде будет защищена. В случае, например, взятия или хода коня Ф4, пешка на поле Е6 не будет зависать. И, соответственно, у черных здесь полноправная игра. Они успели защитить свой королевский фланг и, соответственно, у черных здесь примерно равная позиция. Так и нужно было играть, но после хода конь Ф5, вот такого, казалось бы, очень логичного хода, то есть черные вроде бы затыкают, что называется, всю контроигру белых. Но после конь Е2, конечно же, коней не меняем, ладья С6, ферзь Х3, ладья А6, конечно же, Х5 могло установить барьер на пути пешечной лавины, но только для того, чтобы она снова началась уже, соответственно, за ним. То есть черные уже, вернее, белые будут уже готовить прорыв, естественно, Ж4, но не сразу, а предварительно уведя короля. Итак, ладья А6, играют черные, пытаются они контратаковать. Пешка на поле А4 атакована. Ж4, конь Е7, А5. Итак, пешку пока временно не отдаем, но после конь С6 выясняется, что пешка на поле А5 падает. И как это часто бывает во французской защите, если белые не сумеют заатаковать черных, то они просто-напросто сгниют в Эншпиле, поскольку пешка на поле А5 отвалится, будет страшнейшая проходная А, пешка А на, значит, ферзевом фланге в Эншпиле, и у черных здесь просто-напросто будет выигранная позиция. Было достаточно интересно также сыграть и Б6, так как мы видим, что ладья на поле А1 не защищена. H5, GH, GH, ладья бьет А5, ладья бьет А5, BA, H6, G6 с крепкой позицией у черных. Этот вариант предложил Ноткин, когда анализировал вот эту самую партию. Но после А5, конь С6, итак, черные напали на пешку на поле А5, H5, белые гнут свою линию, и черные наконец-то дрогнули. Они сыграли ладья бьет А5, думая, что никакой атаки на краевском фланге здесь не получается, поскольку вот эти самые пешки стоят очень крепко, и на самом деле действительно добраться до пункта H7 здесь белым нереально. Но оказывается, что совершенно необходимо было играть GH, и после хода кони F4, белые все равно добиваются перевеса, поскольку пешка на поле H5 теперь атакована, конь подключается к атаке, ну а после взятия на G4, конечно же, теряется пешка на поле H7, и здесь черные сразу же проигрывают. С другой стороны, а как держать все это дело, все это хозяйство? Позиция здесь опять же открывалась, и у белых здесь был бы, конечно же, перевес. Но после H5 ладья бьет А5, было сыграно, и после ладья бьет А5, конь бьет А5, я снова предлагаю поставить видео на паузу, и найти еще одно ключевое решение белых в этой самой партии, ход которой уже, соответственно, просто-напросто выигрывает партию. Вспоминаем тему сегодняшнего видеоурока, а именно атака по полям одного цвета, и здесь мы с вами прекрасно видим, что у нас есть чернопольный слон на поле C1, и значит нам нужно ослаблять чернопольную периферию. Каким образом мы можем это сделать? Конечно же, ходом H6. Вот она в чем разница. Юсупов не сомневался, что сила белопольного слона компенсирует дыры по черным полям. Но на самом деле это не так. Атака выглядит неотразимой. Итак, белые хотят съесть пешку на поле G7, и затем просто-напросто перевести слона через поле G5 на поле F6, а коня перевести, соответственно, в игру, опять же путем коня F4, и дальнейших маневров. И сейчас мы с вами все это прекрасно увидим. Начинается так называемое мышление схемами. Слон А4, играют черные, тут уже пан или пропал, они начинают цепляться к пешкам. HG, пункт H7 атакован, поэтому взятие вынуждено, ферзь бьет G7, слон G5, слон бьет C2, коня F4, висит пешка на поле E6, ладья E8. Если, например, сыграть ферзь F7, то после удара конь бьет E6 сразу же все закончено. Белые затем сыграют просто конь F4, потом протолкнут пешку на поле E6 и съедят на D5. Весь центр черных развалится, и белые легко побеждают. Ну, понятно, что после конь бьет E6 брать нельзя, из-за пробития, что называется, да, таким вот современным сленгом, скажем, после ферзь бьет E6, ферзь бьет H7, есть пробитие, и, соответственно, все. Черные здесь проигрывают. Итак, конь F4, ладья E8, поэтому черные защищают пешку на поле E6, но слон F6, ферзь D7, ферзь H6 и конь C6. Кажется, что позиция черных надежна, поскольку черные хотят привести коня в защиту. Итак, например, после маневра конь H3 у черных есть еще маневр ладья C8, C7. Ну, то есть, например, да, ладья C8, конь G5 и ладья C7. И пока, соответственно, черные худо-бедно, но держатся. То есть, пункт H7, конечно же, атакован, атакован трижды ладьей, ферзем и конем. Но также и защищен трижды ферзем, ладьей и королем. И вроде бы все нормально. Но оказывается, что после хода конь C6 я снова предлагаю поставить видео на паузу и найти еще один убийственный ответ белых, который, конечно же, не предусмотрели черные, когда шли на эту самую позицию. Итак, последовало конь H5, конечно же. Черные могут только смотреть на изящные пируэты троянского коня, которого нельзя брать. Смотреть и страдать. Понятно, что после взятия коня и, например, взятия GH, ладья просто подключится по линии G, и здесь, соответственно, смерть наступает очень быстро у черных. Ладья F8, конь G7, очень красивый ответ. Мы нападаем и на пешку на поле E6, которая будет атакована, после чего, соответственно, будет атакован пункт H7. И одновременно зависает пешка на поле H7. G5, намереваясь удрать куда-то королем, понятное дело, что можно было взять и... Соответственно, да, кстати, G5, здесь не только мы намереваемся удрать королем, но также и защищаем вот так вот издалека пешку на поле H7, слоном с поля C2, то есть брать на H7 нельзя. Конь бьет E6, понятное дело, что этот удар решает партию, теперь бить нельзя из-за хода ферзь G7 мат, ну и, по сути дела, дальнейшее добивание. Ладья Е8, ферзь бьет G5, слон G6 и ферзь бьет G6 шах. Вот такая вот изящная жертва ферзя заканчивает партию, поскольку после HG, ладья H8, король F7, конь G5 на доске у нас симпатичнейший, чистый, вот такой вот элегантный мат. Вот такая вот интересная партия была сыграна в 2006 году между линьером Перец Домингесом и Артуром Юсуповым. Давайте, друзья, еще раз посмотрим, как планомерно развивалась атака белых. И, конечно же, этот план не увенчался бы успехом, если бы черные действовали правильно. Итак, быстренько вот так вот все повторим. На доске у нас была разыграна французская защита, система Венавера. И вот здесь, конечно же, А4, ферзь C7, слон C1 с идеей сыграть слон А3, сильный ответ ферзь F7 и отличная реплика конь G3. Мы не допустили размены ферзей. Очень важно то, что у нас ферзи сохранились на доске. Ну и после слон D7 блестящий, что называется, план, ход F3 с подключением молодей через поле H1 и по ходу вот так вот короля на поле F2. Соответственно, здесь получилось так, что один план торжествовал над другим. Черные попытались контратаковать на ферзьевом фланге, но атака белых оказалась гораздо стремительнее. И вот здесь вот, конечно же, идя на эту позицию, черные явно думали, что невозможно расшатать их крепость, но они не учли тот факт, что белые начинают играть на атаку по полям одного цвета. Ходом H6 они устраняют защитника черного поля F6, пешку на поле G7, и после этого атака уже развивалась стремительно, как ураган, и, соответственно, здесь уже нигде спасения в анализе у черных не было. Белые очень красиво и планомерно довели партию до победы. Друзья, если видео вам понравилось, то поставьте ему много лайков. Повторюсь, что лайки это показывает вашу заинтересованность, так как рубрик на моем канале очень много, мне достаточно сложно понять, какая рубрика нравится вам, а какая, соответственно, менее нравится. И я ориентируюсь на мнение аудитории. Поэтому, если это видео набирает 200 лайков, я снова, соответственно, понимаю то, что эта рубрика, а именно атака в шахматной партии, вам очень интересна, и вы хотите, чтобы я ее продолжал, и чтобы она появлялась на канале чаще. Поэтому 200 лайков с вас, мое, соответственно, новое видео с меня, вот такой вот, что называется, справедливый обмен. Играйте в шахматы, любите шахматы, и как обычно, смотрите ролик до конца, поскольку в конечных заставках вы увидите самые любопытные, интересные комментарии, которые вы писали под моими видео. Также можете щелкнуть на конечные заставки, чтобы посмотреть еще интересные ролики из рубрики атака в шахматной партии, чтобы научиться играть немножечко сильнее. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok